В предыдущей серии наши герои встретились с общим другом в любимом ресторане с отличной кухней. Оказалось, Илью беспокоят звонки коллектора. Да позвонили с какого-то коллекторского агентства, спрашивали Ирину Германовну, ну вообще моя соседка, мне до нее дело какое. Как всегда, Дима дал ценные советы и помог найти выход из ситуации. Но, как оказалось, есть еще один вопрос, который волнует друга. Я недавно взял себе ноутбук в кредит, тоже дорогой, тоже плачу сейчас кредит. И могут ли у меня возникнуть проблемы, или у моего второго поручителя, которого я заявил при подаче кредита. Ну и как вообще по характеристикам тебя устраивает? Слушай, очень хороший ноутбук, стоимость огромная, правда, больше 100 тысяч рублей. Поэтому и взял кредит. А на сколько? На 12 месяцев. Вот, и сейчас, я думаю, получил недавно премию на работе хорошую, думаю, погасить досрочно. Ой, подождите, мальчики, ну кто же досрочно погашает кредиты? Ну, блин, купи путевку, съезди в отпуск. Слушай, это хорошая идея. Вот. Стоп, 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 стоп. Какая хорошая идея? Он должен банку свыше 100 тысяч рублей, плюс проценты. Какая путевка? Какой отпуск? Ну, после отпуска отдам, заработай еще. Он же кредит будет, ну вот у него же написано, как он должен платить кредит. Вот он и будет его гасить. Но он может гасить досрочно и не переплачивать проценты. А на сэкономленные деньги добавить еще потом налички и поедет вот. Ну, слушай, я думаю, ничего страшного, немножко подождут, но опоздаю с платежом. Сейчас тебе все объясню. Анют, подай планшет. Конечно, конечно. Вот смотри, это твой кредит. Это проценты, которые ты платишь, ну, заплатишь за пользование кредитом. Если ты сейчас погашаешь досрочно кредит и укорачиваешь срок, ну, сроки платежей до трех раз, вот столько ты не платишь. И на эти деньги ты можешь ехать в отпуск. То есть так можно делать? Не обязательно платить эти проценты? И можно выходить из графика заранее? Конечно, ты можешь выходить из графика. Плюс каждый месяц банк тебе выстроил платежи. По каким ты должен платить? Мало платить больше, чем платеж. Нужно еще давать команду банку, чтобы он погашал это досрочно. То есть твой платеж учитывал счет будущих платежей. То есть, получается, если больше вносить денег на погашение кредита, то мы, получается, уменьшаем, ну, проценты. То есть, правильно я понимаю, что, гася раньше кредит, мы можем не платить столько процентов? Конечно, ты можешь каждый месяц гасить, допустим, в два раза больше, и в следующем уже платежном периоде банк тебе не будет начислять проценты, на сумму уже уплаченную. И при этом не нужно предупреждать банк о том, что ты внес больше? Нет, нужно обязательно. Банк вообще это программа. Ну, в смысле, списывает деньги программа. Ее задача какая? Она знает, сколько должен закинуть. В дату платежа она списывает эти деньги, переводит с твоего расчетного счета на свой. Если она не видит деньги, фиксируется просрочка. Если она видит больше денег, ей без разницы, у нее нет другой команды, она списывает, сколько ей положено. Эти деньги просто лежат на счету. Ну, в следующем месяце при таком раскладе ты можешь закинуть немножко поменьше. Если ты закинуешь больше, и это у тебя досрочный платеж, тебе необходимо обратиться в банк по телефону, лично в отделение, либо в чатах сейчас это можно делать. Ой, а сейчас даже есть онлайн-сервисы различные, где можно прям уведомлять банк о том, что ты хочешь погасить заранее кредит, ну, через интернет, и не нужно никуда ходить. Да, и такое тоже есть. Ты указываешь, банк тебе учитывает уже на численный на сегодняшний день проценты, и все, что остается после этого, идет на срочное погашение. И при этом процент у меня итогово уменьшается. При этом уменьшается. Вот смотри, твой платеж примерно составляет 9700. Дим, а я правильно понимаю, что в первые месяцы погашения кредита включено по максимуму проценты, а и по минимуму, ну, сам кредит? Да, Аню, ты совершенно права. Кредит состоит из двух частей. Это погашение процентов банку и погашение основной части кредита. Тех денег, которые ты брал. В первое время, ну, в первые месяца погашения, естественно, ты гасишь сша процент. И только примерно после уже месяца 5-6 пойдет погашение основной, основной тела кредита. То есть, если я вот прям начну в первые месяцы гасить побольше, у меня и платеж изменится, скорее всего, и процентов я, соответственно, заплачу меньше и быстрее выплачу кредит. Да, смотри, если ты, допустим, первый месяц сразу погасишь порядка 30 тысяч рублей, на эти 9700, на которые уже якобы начислены проценты включены, они пересчитаются и пойдут в счет погашения основной части кредита. И процент будет меньше ежедневный. То есть, в принципе, ноутбук будет стоить почти так же 100 тысяч рублей. Ну, не почти 100 тысяч. Если, допустим, кредит годовалый погасить за полгода, процентная ставка, естественно, уменьшается почти в два раза. Если у Ильи процентная ставка вышла в 19% годовых, она будет составлять 9,5. Ой, то есть и правда, тебе ведь лучше, наверное, тогда заплатить вот эту премию. Смотри, на сэкономленные деньги, добавив немного налички, ты пойдешь в отпуск. О, а что, так можно было? Конечно. Дим, слушай, а разве банкам выгодно досрочное погашение кредита? Ведь они же зарабатывают на процентах. Нет, конечно, им не выгодно. У них любой, любая этого операция – это доход. Ну, кроме снятия наличных и досрочного погашения кредита. Вот, смотри, то есть ты, когда досрочно погашаешь, банк теряет на процент. И тем самым у тебя понижается кредитная история. Но тут, как говорится, палка в двух концах. Ты экономишь свои деньги, немного портишь скоринговый балл, но потом он выравнивается. То есть, получается, я могу погасить кредит хоть на следующий день? Или мне нужно подождать какое-то время? Смотри, можешь погасить на следующий день. В законодательстве прописано это. Но, тем не менее, я не рекомендую этого делать. Ну, хотя бы через месяц. А что, возможно, какие-то комиссии или штрафные санкции со стороны банка? Штрафных санкций не будет. Возможно, что в ближайшее время после этого тебе там кредит не одобрят, если у тебя есть интерес в будущем, да, в плане кредитов. Плюс упадет скоринговый балл. Другие банки увидят то, что ты досрочник, да, досрочно погашаешь. Уже будут к тебе более пристально смотреть, прилагать более высокий процент, меньшие суммы, либо вовсе отказ. Спасибо. Мальчики, вот если бы мне бы отказывались платить проценты по кредиту, ну, я бы стала бы, наверное, угрожать, ну и отговаривать. На самом деле так оно и происходит. Если ты хочешь досрочно погасить кредит, ты обращаешься в кредитную организацию с соответствующим заявлением, да, устным, либо письменным, банк начинает тебя отговаривать. То есть, ну, будет говорито, что у тебя понизится скоринговый балл, отразится на твоей кредитной истории, то, что в будущем они имеют право тебе отказать, либо предоставить кредит с повышенной процентами, с повышенной ставкой. Так что, ну, их не слушаешь, просто погашаешь все, это твои деньги. В таком случае, скорее всего, возможно, какие-нибудь комиссии? Нет, комиссии никаких нет на самом деле, но нужно читать договор. Некоторые банки, как говорится, ставят палки в колеса тем, что они позволяют делать досрочный платеж, но только в отделениях, да, в будни, где тебе неудобно, либо далеко ехать, допустим, да, отделение банка может быть не близко, реально с твоей работой или домом. Плюс это, либо, может быть, наоборот, только по телефону. Ну, есть разные моменты. Вот. Нужно читать внимательно договор, сразу на стадии заема обговаривать эти условия. Чисто гипотетически, если, допустим, я не прочитал договор, поменять условия договора я могу? Нет. Ой, ну, договор же нужно всегда читать, Илюша. Но даже когда я покупаю туфли, а там нет договора. Ну, а в случае, если я все-таки выберу вариант с отпуском и задержу платеж банку? А, как Ирина Германовна, например? Ну, да, как Ирина Германовна, например. Ну, в таком случае будет просрочка, отражение в кредитной истории. Итак, первое. Лучше копить и привлекать для покупок собственные сбережения. Второе. Все крупные покупки необходимо обдумывать и только в крайнем случае привлекать кредитные средства. Третье. Если взял кредит, то нужно постараться погасить его досрочно. Четвертое. Когда берешь кредит, нужно очень внимательно читать договор. Пятое. При заключении договора обязательно уточнить про возможность досрочного погашения. Шестое. На погашение необходимо направлять все свои свободные ресурсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова